И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами Максим, почти что полупрофессиональный игрок в раннеры, очередной эпизод Spider-Man Unlimited, настолько я полупрофессиональный, что могу врезаться в стенку на второй сотне метров. В любом случае, сейчас нужно получить один единственный изотоп, чтобы выполнить мою мечту на сегодня. Итак, разрыв коммуникации, лёгкая миссия, нужно собрать 8 инструментов. Понятно, собираем эти ящики, я сказал, что миссия лёгкая, но вдруг так сложится, что тут дофига, дофига, непросто будет Человеку-пауку. Ух ты! Вот тебе и лёгкая миссия, пожалуйста, нужно было в воздухе дважды нажать влево, впервые. С таким я сталкиваюсь впервые, как видели, от волнения я всё провалил, не справился. Однако же, бляха-муха требует всё-таки определённой сноровки. Я так близок, всего лишь 3 ящика с инструментами осталось собрать. Ну вот хрень-то какая, ну что ж за дела. Вроде бы и прыгнул. Интересно, а в прыжке можно ли воспользоваться паутиной для того, чтобы повиснуть на ней и, соответственно, дальше продвинуться? Вот тебе и простой фиговый дополнительный уровень. Я смотрю, с каждым последующим шагом всё тяжелее и тяжелее двигаться Человеку-пауку. Ничего. Преграды нужно преодолевать с честью и достоинством. Опа. Так. Нет, а я сейчас попробовал отпрыгнуть, нажимаю на паутину и ничего не происходит. Пока что один ящик инструмента у меня в кармане, уже два. Так а как там нужно было действовать? Прыжок-то не такой длинный. Почему у меня не получилось? О, враг возник. Летающий. Четыре ящика взял. Странно. Мне кажется, в предыдущих попытках здесь не было врагов. Откуда же они появились? Так, вот щиточек. Поможет ли он мне вообще? Шесть ящиков с инструментами. Седьмой я вижу прямо перед собой. И вот последний. Подбираю. Задание выполнено. Четыре попытки. И это ты называешь отлично? Ники. Ну ладно. Теперь я совершу то, зачем вообще сюда пришел. Призову паука. Постой, что это такое? Что тут у нас? Собери 10 карт памяти. И дадут один за топ. Требуется уровень 11. Здесь все еще человек пакет. Нужен нам. Давай, давай, чувачок призову. Ой, ой, нет. Это меню покупки. Не туда. Моя команда. И в моей команде... Ничего интересного. Наемник. Давай премиум призываем. Итак, вперед. Кто это такой? Да вы что, смеетесь надо мной? Это что за чертовщина такая? Я получаю обычного человека паука, но редкого. То есть у него уже уровень 5 и 5 звезд. То есть он сразу может набирать там большой уровень, да? Или нет. В общем, я разочарован. 25 изотопов. Вот как так выходит, а? Так, и чем он отличается? У этого 3 звезды. У этого 5 звезд. То есть он может... А, он может получить уровень 70. Вот такие дела. То есть если ты будешь очень-очень долго и упорно сидеть, то ты можешь докачать его на своем толчке говеном до 70 уровня. Офигеть. А что теперь-то можно сделать? Наемник, наемник. Ну давай мы еще... Еще что-нибудь попробуем. Вдруг выпадет что-то классное. И... Я, видимо, какой-то особенно невезучий человек. Какого черта? У меня такой уже есть. Почему дважды выпадает? Не знаю, не знаю, парни. К чему бы это все? Так, выбираю своего суперредкого, да? Пятизвездочного. И что я могу с ним сделать? Может как-то... Как-то я же прокачивал, правда? Общение, магазин. Это что-то не то. Где был синтез? Синтез из пауков. Так, что-то я немножко заблудился. Паучья операция. Так, сейчас пятизвездочный. Пятизвездочный убираюсь. Повысить рейтинг, новый уровень. Или повысить рейтинг. Нет, рейтинг мы повышать пока... Или нет, надо. У него же... Уже пятый уровень. Нужен еще один человек в этом слоте для... У тебя больше нет персонажей для этого слова-то. Да какого черта? То есть мне нужно... Два четырехзвездочных Человека-паука, чтобы максимальный уровень вот этого был... Двадцатка, да? Очень и очень фигово дело. Это плохо. Это, друзья, вообще реально плохо. Ну а что же делать? Возьму... Ну блин, ну как так вообще выходит? Возьму вот этого Человека-паука. Попробую ему повысить рейтинг. А нет, нет у меня... Хотя как нет? Есть. Вот они, пожалуйста, из Манго-Вселенной Пауки. Я их использую. Ага, использовал. Пять изотопов для этого нужно, чтобы их использовать. А черт из два. Как пять изотопов получу, так и... Приду сюда вновь. А пока давай в акции поучаствую. Здесь суммируются очки. То есть с каждым забегом очки суммируются. То есть все в порядке. Все нормально. Бонус два с половиной. Бонус... Ой, у этого еще и бонус какой-то адовый. Вы видите? У моего вот этого вот черненького бонус два и три. Но он уже на тринадцатом уровне. А вот у этого редкого бонус два с половиной. Но никакого смысла его сейчас нет использовать. Чтобы до двадцатого уровня его толкнуть. А там уже пошли такие обычные этапы, которые требуют более десятого уровня. Так вот, чтобы до двадцатого толкнуть, мне нужно еще два паука с четырьмя звездочками. А у меня таких нет. И где их брать, я не знаю. В общем, все очень странно. И не этого я ждал. То есть, судя по всему, скоро эпизоды лицплеев, вот Spider-Man Unlimited, закончатся. И будут продолжаться исключительно в уединении, в теплом туалете. Скорее всего, так и будет. Тут мне нужно набрать как можно больше метров пройденных. Так, прыгаю. Сколько там? Двадцать пять тысяч, да? Двадцать пять тысяч преодолеть, чтобы пять изотопок получить. Непростая это будет задача. В общем, разочаровывающий этот, разочаровывающий эпизод прохождения. Ах ты, твою мать. Четыре тысячи метров пробежал. Ну, по-моему, первую награду я получу. Первая награда это за пять тысяч, если я не ошибаюсь. Так, все. Все, назад. Да, боже мой. Что-то я напутал, видимо. Не пробежая от четыре тысячи метров. Сейчас у меня в сумме три семьсот. Через тридцать секунд можно будет еще раз попытаться. А можно будет пройти какое-нибудь задание. Итак, склейка, парни. Я решил, что обычный фарминг, обычное прохождение бесконечной игры, набор очков и всякая такая несюжетная хрень будет оставаться за кадром. Ну, по крайней мере, большинство ее. То есть, я пока просыпаюсь, там где-то моюсь или сижу в туалете, потихонечку поигрываю, а когда сажусь записывать, тут какой-то самый сок. Давайте посмотрим, что у меня здесь за сообщение. Входящее. Вы получили бесплатного ежедневного наемника. Забрать. Давайте возьмем нашего... Смотрите-ка, бесплатного персонажа дадут. Надеюсь, не повторяющегося вновь и вновь. Я купил уже слотик, свободный за полторы или за две с половиной тысячи ампул желтеньких. И кто же у нас тут? Замечательно. Вот что называется бесплатный подарок. И вновь мне одного и того же Деградана присылают. Уже три у меня таких. Может, с ним что-то можно сделать? Как-то потратить его, чтобы он испарился из моей команды? Потому что, смотрите, у меня уже четыре подобных уже. Не знаю, что с ними делать. Реально, четыре Человека-паука из Манговерса. Два Секрет Вора. Что с ними делать? Как их вообще удалить? Ничего, ничего невозможно с ними сделать. Были бы они хотя бы четырехзвездочные. Было бы круто. Не знаю, не знаю. Задание. Смотри-ка, несколько заданий завершил. Можно забрать. Забрать, забрать. Отлично. Это ежедневное задание, на которое было выдано шесть часов. Я их выполнил. Так, общение. Не-не-не-не-не. Какие тут общения? Вы что, парни? Что еще тут можно интересного посмотреть в магазин? Так, наемник. А в наемниках у нас кто? А, возможно, возможно, купить еще два обычных людей Паука. Если бы у меня были слоты, но у меня их нет. Ладно, я тут немножечко прокачал своего Человека-паука. Теперь он шестнадцатого уровня. И, по-моему, может даже миссию выполнять. Мочить зеленого гоблина из дня М. Но я собираюсь сначала собрать десять карт памяти. А неудачные попытки я решил вырезать. Давайте приступим к самой миссии. Обычное задание на собирание предметов. В данном случае это карты памяти. Но с каждым подобным заданием сложность растет все сильнее. А дистанция увеличивается. Поэтому приложить усилий нужно, например, больше, чем в предыдущей миссии на собирание предметов. Так, пока что одни враги. Карт памяти не видно. Так, бонус, бонус. Увеличивающий в два раза собирание этих ампур. Одна флешечка у нас уже в кармане. Осталось девять. Скорее нужно их набрать. Побольше, побольше флешечек. Вторую взял. Вон я третью вижу. Она в воздухе витает. Опа! Собрал. Три карты памяти. Четыре. Вот это успех. Так, еще одну нужно схватить, находясь на паутине. Целых две подобрал. Не-не-не, одну все-таки пропущу. Там как-то слишком опасно было. Четыре нужно заиметь. И миссия будет пройдена. Вон вижу, еще одну в воздухе. Не удается, не удается мне поймать ее. Слишком велика была опасность неудачного завершения миссии. Поэтому я побегу далее. Так, вот, вот она, вот она карта памяти. Всего лишь две осталось. Берем, 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 берем. Ой, ой, как, 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 как же близко она находилась. Все в порядке. Одна карта памяти, и я завершу эту миссию. Стараюсь аккуратней проходить. Вот она, вот она. Да, выполнено. Все в безопасности. А наш парень уже на шестнадцатом уровне. И вот он перейдет, наверное, на семнадцатый в следующий раз. Так, перед боссом следует еще и получить нашему Питеру Паркеру высшее образование. Странно называется миссия, но тем не менее. Ой, получу через четыре минуты. Ох, такие вот неприятные дела. А знаете что, наверное, текущий выпуск я закончу. Там уже набежало хотя бы минут на десять. Думаю, для мобильной игры этого будет достаточно. А вот в следующий раз я получу Пауком высшее образование, пройдя вот эту гонку. А потом пойду на Гоблина из дня М. Давайте, чуваки, ставьте лайк, если вам нравится прохождение Spider-Man Unlimited. Пишите комментарии. С вами был Максим, всем спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова